Всем привет! С вами интернет-магазин Kik.ru И сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфон компании Fly Fly FS504 Cirrus 2 Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Давайте посмотрим, что из себя представляет аппарат и что входит в его комплект Сам комплект здесь идет аппарат черного цвета есть еще также белого цвета В комплекте идет аккумулятор емкости 2000 мАч кабель microUSB стереогарнитура, наушники, таблетки разъем 3,5 и зарядное устройство с выходом USB током зарядки 1 А Из технической документации здесь присутствует руководство пользователя на русском языке дополнительные возможности Fly предустановленных приложений гарантийный талон и также ваучер на допал 60 минут бесплатных звонков в Skype сам телефон представлен в стандартном 4-факторе моноблок он очень изящный, тонкий по периметру идет пластиковая рамка скажем так, цвета мокрого асфальта задняя крышка шероховатая в руке приятно не скользит благодаря своим по бокам маленьким рамкам его очень удобно лежать в руке несмотря на дисплей 5-дюймовый можно эксплуатировать одной рукой дисплей здесь 5 дюймов разрешение HD 1280 720 три сенсорные клавиши фронтальная камера 2 мегапикселя решетка слухового динамика справа расположились клавиши управления качель громкости и кнопка включения сверху разъем 3,5 для стереогарнитуры и разъем microUSB внизу находится, соответственно, сам микрофон здесь на торце и в нижней части находится мультимедийный динамик три прореза задняя крышка матовая, шероховатая поэтому телефон не скользит в руке здесь идет основная камера 8-мегапиксельная со вспышкой и посередине идет лейбл флай задняя крышка съемная в правом нижнем углу есть телевизионка которая позволяет открыть заднюю крышку задняя крышка клипится на защелках по пениметру здесь представляется доступ к установке двух сим-карт первый слот это microSIM и второй обычная сим-карта стандарта и также здесь посередине находится слот карты microSD до 32 гигабайт данный аппарат поддерживает сети стандарта 3G соответственно интернет можно будет посердить с их скоростью то есть это достаточно шустро позволит открывать все такие мощные сайты и слушать музыку даже в онлайн типа ВКонтакте аппарат получился достаточно приятный по качеству есть прощеплены все защелки взорв по сборке здесь я не вижу опять же ничего не люфтит, не скрипит как мы обратили внимание дисплей не покрыт алифобным покрытием поэтому мы видим легко остаются отпечатки от пальцев на дисплее по размерам толщину он получился 8,1 мм в ширину 76, в длину 146 весит он всего 123 грамма работает он на операционной системе Android 5.1 также там как мы уже видели в технической документации много предусмотренных приложений и так загружается смартфон и сразу видно что по папкам разнесены различные программы в частности сеть сервисов от Google также есть социальная сеть ВКонтакте Google Диск лучшие игры Мир Онлайн Зеленая Ферма где-то такси, одноклассники мы видим достаточно много различных приложений уже изначально предустановлены Opera браузер также здесь есть MIGOGO есть проводник не забыли про радио но чтобы его послушать нужно подключить телекарнитуру или наушники которые используются в качестве антенны также Skype есть предустановленный в программе сеть банка онлайн клиент и Ubank видим программ достаточно много по настройкам настройки в принципе здесь стандартные памяти здесь 8 ГБ но из-за того что приложений достаточно много то здесь где-то порядка 4,5 ГБ доступны для пользователя поэтому безусловно что карта памяти здесь необходимо использовать как мы видим здесь есть режим энергосближения он находится в разделе батареи что можно еще сказать в принципе ну посмотрим версии андроида 5.1 в принципе смартфон достаточно шустрый достаточно неплохо справляется например с интернете открывает легко сайты такие как наш где представлено много высококачественных картинок есть подробное меню всплывающие там к примеру все это работает и прекрасно серфить можно смотреть и обзор к примеру не входя в другое приложение все это прекрасно работает что ж посмотрим качество дисплея на канале youtube все равно проверим с вами качество звучания мультимедийного динамика итак посмотрим качество выставим 720p максимально который позволяет канал youtube воспроизводить итак что можно отметить прекрасная передача цвета четкость изображения экран также обладает хорошими углами обзора даже на максимальных нет ни инверсии цвета и четко выражены границы объектов яркий насыщенный яркость я поставил на максимум есть автоматическая настройка прекрасно подойдет для тех кто любит смотреть фильмы клипы даже вдвоем здесь все будет отлично давайте послушаем как дела обстоят со звуком как мы видим звук здесь выше среднего слышно хорошо будет звонок есть конечно будет не прикрыта сама кромка где находится динамика но в принципе опять же звонок достаточно сложно пропустить так как громкость хорошая перейдем камера камера здесь основная 8 мегапиксел как видим из обучение в принципе здесь стандартная андроидовская оболочка по камере программа с печенью камерами слева располагаются режимы обычный режим соответственно живое фото отслеживание движения красивое лицо панорама также по настройкам здесь в принципе на три вкладки это первый общий это геотеги звук затвора экспозиция цветовой эффект режим съемки баланс белого также здесь можно оставить параметры изображения в частности резкость тенок насыщенность яркости контраст есть подавление мерцания авто выключить 50 60 герц в самом фото это обнажение лиц улыбка авто определение сцены авто спуск 4099 снимков размер фото максимально 8 мегапиксел 3264 на 2348 формат изображения стандарт 4 на 3 и 16 9 то надо будет меньше разрешения делать по видео здесь можно включить выключить микрофон режим аудио замедленная съемка качество видео максимально full hd 5020 на 1080 давайте попробуем сфотографировать торец коробки есть автофокус мы видим здесь есть панорамный снимок нам он не нужен сейчас отключим в обычный режим что могу сказать в принципе качестве съемки неплохое для макро все буквы цифры хорошо видны ничего не скажем смазано для 8 мегапикселей считаю очень неплохо перейдем к технической части соответственно дисплей поддерживает пять касаний одновременно антута бенчмар показал достаточно средненько производительность результат подобных смартфонов 19 697 в принципе для обычных игрушек скажем так нет сильно требовательных к ресурсам серии асфальт 8 на средних настройках пойдет но опять же хотелось обратить внимание что некоторые фрезы и лаги на особо тяжелых моментах могут присутствовать но тем не менее поиграть возможно и так fly fs 504 на андроиде 5 1 32 битным используя здесь процессор медиатек мт-6580 с графическим ускорителем мали 400 mp разрешение дисплей hd 720 на 1280 с основной камерой 8 мегапикселей 3264 на 2448 противный память 11 гигабайт доступен для пользы чуть более 4 гигабайт процессора здесь 32 битный 4 ядерной частотой 1300 мегагерц графический ускоритель мали 400 mp разрешение сплей hd 720 на 1280 и плотность пикселей на 320 пикселей на 1 обладает пяти пальцевым мультитачем фронтальная камера 21 мегапиксел перед 20 на 1088 хотя в принципе заявлено 2 меня пиксел из датчика здесь приближение положения и освещение что же посмотрим как будет обрабатывать нажатие дисплей как будет красиво красочно будет все выглядеть посмотрим в принципе для подобных игрушек вполне достаточно данной производительности совершу подобные игры казуальные будут прекрасно работать и себя чувствуешь не будет каких-то лагов и так далее ну и за что может быть когда погружается уровень в принципе в целом на игровой процесс сильно не повлияет и так дальность прорисовки очень неплохая как мы видим и текстуры сглаживаются хоть и не везде но в целом впечатление очень неплохое персонаж в принципе достаточно четко двигается то есть куда мы его направляем нет фрезов или что-то скажем так чтобы долго обрабатывал нажатие дисплей такого здесь не наблюдалось пальц приятно скользит не четко обрабатывает его дисплей нажатием что же давайте посмотрим более серьезную игрушку асфальт восьмой от компании геймлофт в принципе игра более требовательно защищены к ресурсам тут как есть и спецэффекты хотя конечно здесь на средних настройках они не будут видны это при ускорении аварии а то там дополнительные есть различные тоже интересное решение там отражение стеклах неба пролет над трассой во время гонки второстепенных объектов в виде самолета все это конечно дополнительно создает нагрузку при загрузке начинается нагреваться вот эта область в принципе не критично но нагрев есть мы видим максимально задействовали по смартфону еще хочу обратить ваше внимание чтобы было лучше производительность я начале нашего обзора показывал что в кладке батареи есть находится режим экономии приближения энергии его надо отключить поскольку он уменьшает производительность и так что можно сказать но в принципе картинка очень неплохая все красиво выглядит хоть на средних настройках но намек на какие-то фрезы лагерь здесь нет машина прекрасно управляется опять же благодаря своей конструкции смартфон удобно держать прорисовка вдаль также хороша то что я вижу что впереди меня ожидает и могу заранее подготовиться итак давайте подведем итог получился достаточно стильный тонкий смартфон компания fly с очень мощным динамиком неплохой камеры которые позволят вам сделать отличный снимок например когда нужно расписание или там меню какой-то сфотографировать чтобы было четко не переписывать к примеру при этом прекрасный дисплей с хорошими углами обзора и достаточно неплохой яркостью плюс есть радио но при установленных программ кому-то в плюс кому-то в минус поскольку при установленной программы их так просто не удалить что можно еще сказать поэтому смартфону опять же он как обычно он двухсичный от компании флаги поддержит 3g лишь спокойно можно серть в интернете малайзии серфить и так далее из недостатков что можно отметить первое конечно же что достаточно много забито встроенной памяти в частности 8 габайт доступно порядка около 4 но чуть больше конечно на мой взгляд маловато второй момент как бы достаточно средний аккумулятор 2000 миллиампер часов хоть fly обещает до 7 с половиной часов в режиме разговора четыре с половиной часа в режиме видео и серфинга в интернете и около шести дней ожидания на мой взгляд конечно достаточно мало но делаем скидку на то что достаточно тонкий изящный красивый дисплей сочные цвета плюс ко всему разрешение вот такая вот новинка получилась компании fly большое спасибо вам за внимание подписан наш канал комментируйте задавайте вопросы всего вам доброго